видите как мокрую дробленочку идет всем добрый вечер ребят то одно то другое то съездили по корма то съездили на почту то пошел по сыроводку то пошел травы накосил почистила свиней день прошел как-то вообще сегодня ничего не успел вот так выглядит кормовой стол у моей птицы вроде сегодня они наелись в достатке и зелени и всего и сейчас привез им кукурузы пока я ходил по сыворотку еще только что надробил зерна полную бочку короче вот и день закончился ничего не успел мы еще не купались в бассейне со скважины когда воду набрали померили градусником она была 8 градусов вчера она была с утра 11 как бы немножко нагрелась к вечеру стало 15 16 а сегодня уже днем мерили было 18 думаю что завтра можно будет уже попробовать в бассейне искупаться вот такие дела ну а сейчас буду кормить птичку кукурузой я думаю что они будут довольны едва на и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Думаю, завтра выпущу гусят Хоть они здесь и не будут получать комбишон, а будут есть дробленку, но они уже достаточно большие, чтобы выходить в свет, так сказать Наели, они уже ничего не хотят, эти гусы переели уже все Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Ну и упаковывать. Вот такие вот планы на птицу. Потому что на самом деле к осени птички будет много. Эта утка бросила гнездо. Она сидела вот там под клеткой. Там яйцо кто-то разбил, раздавил. Может, гуси они туда постоянно лезли. И она вот теперь ходит с утками. Тоже к каким-то утятам прицепилась. То ли к крякающим моим вот этим красавчикам. То ли еще к кому-то. И ходит за ними. Вот так. А еще спрашивали как себя вот там спросили, типа, вот этот гусенок который кусается, это не тот из троицы? Нет, ребят. Это шесть штук, которых вывела утка. Ну, я думаю, вы помните. Этих утят вводит утка. Ну, или это, или это. Вот она ходит за ними. Это из самых меньших. А тут гусенок, который ходил с этим с, ну, как бы, с утенком он кто-то ой, что задергалось. Он кто-то среди этих. И его уже не разберешь. Потому что они уже все выросли. И тут непонятно, кто из них. Вот четыре больших отличаются, а те шесть стали одинаковые. Поэтому кто из них тот гусенок, который был слабый. И при том, кто помнит того гусенка. Он был реально прям слабый. Он ходил такой надутый. Он отстал от них в размере наполовину. Они сидели там в том загончике, где сейчас сидят мараны. И я его посадил назад в брудер. И вот сейчас, вот вы среди вот этих вот шестерых, его даже не разберете, какой он, кто он из них. Потому что реально вырос такой же. Потому что забрал в брудер, в тепло, в сухость. Ну, как бы и с меньшими, как сказать правильно. Ну, короче, там было не холодно. И, в общем, красота. И он стал большой. Так что вот так. Кто-то пролетел. Наверх смотрят. Вот так. Эти все гуси. Хочу их или продать, или убрать. Ну, вот так. Они мне не нужны. Абсолютно. Они будут чуть меньше моих мамутов. Это поместные. Они никому не нужны на племя. С них никакого толку не будет. Только на мясо. Может, или буду забивать, или хочется продать живыми. Так мне проще. Я даже буду дешевле отдавать, но лишь бы продать живыми. Ну, я имею в виду дешевле, чем будет тушка мясом. Вот так. А вы что приперлись? У меня вам ничего нету. Что вы ждете? Уже вам ничего не принесу сегодня. Кукурузу доедайте. Косить буду завтра. Вот такие вот дела. Все растут потихоньку. Но по наличию перышек на каждом утенке, гусенке, цыпля, этом мускусном уже видно, что они прям растут хорошо. Вот из меньших тоже уточки видите, начали уже перышками обрастать. Старшие уже и сели с него с пером. Короче, красота. Вот так. Ладно, ребят. Ты до кого пристала? Шарик мой хороший. Такая смешная маленькая. Ладно, ребят. Все накормлены. Сейчас еще повычищаю тут в трех загонах. Двор немножко повычищал. Все равно как бы гуси гадят капитально и вычищать нужно каждый день. тачку две нужно со двора вывозить. Иначе знаете, вроде оно тут все сухо, потому что солнце, жара, оно подсыхает, но когда идет дождь, а если двор не убран, то тут конечно каша. Так что вот так зрители пришли слушать. А шо вы ждете? Шо ты ждешь? Шо вы от меня ждете? У меня ничего вам нету. Завтра у вас новые тут появятся 11 штук с мамкой психопаткой. Примите в семью. А так знаете, сначала все друг друга обижают, ну вот кого-то новенького, там маленьких хотят подсаживать большим. Дерутся несколько, там может неделю, может дней десять. Ну не то, что дерутся, а просто отгоняют. Двор большой, типа вы там себе стойте, а мы тут себе. Проходит несколько дней или неделя, и все, они вот как родня все. Маленькие, с большими, крякалки вместе с ними, все, все как одна большая семья. Так что вот так. И гусей точно так примут. И еще я вам больше скажу, то есть когда гуси вырастут все большими, так как у них нет мамки, то они будут все ходить одним стадом. То есть здесь было четверо и шестеро вроде из разных выводков, но при этом они ходят вместе. Очень часто вот эти шесть гусят садятся к ним, но у них пока есть мамка. То есть как бы вот она стоит и она их водит, поэтому они немножко так отдельно еще ходят. Но при этом все равно когда они подрастут буквально 2-3 недели не знаю как утка их бросит. Да, не надо писать в комментариях что утенок один хромает. Хромает что-то слабкое у него. Я проверил там никаких не переломов. Может ушиб, может куда-то лапу вставил или может на яблоке подвернул. Короче что угодно могло произойти. Но все с ним нормально. Думаю день-два и расходятся. Я думаю что вот эти гусята утку бросят где-то через 2-3 недели и присоединятся к тем гусям. А эти за мной ходят. А что вы за мной ходите? Что мне вам дать? У меня вам ничего нету. У меня сейчас сидит на яйцах две утки. Сейчас вам покажу. Одна вот здесь вот такая красоточка. Она добрая. это не та которая здесь сидела с люка. Я не помню сколько у нее яиц но много. 4, 6, 8, 10, 12, 13. Вроде 13. Они все живые. Я проверял. Так что ждем еще рано. Но утятки будут вроде все живые. Не вроде а все живые. Я проверял буквально пару дней назад. Вторая вот эта красоточка у которой 5 гусиных. Они тоже все живые. Я проверял их буквально вчера. Как бы она вставала. Я проверял просвечивал все 5 живые. По идее зародыш плюс минус одинаковый. То есть вывод будет не сильно растянутый во времени. Вот будут еще 5 гусят. и там штучка 11-13 утят примерно. Я 100% уверен что еще какие-то утки будут садиться. Но возможно те хотят получится кому-то продать за 3 копейки. Ну не потому что они мне не нужны а потому что у меня уже много а может кому-то надо а будет ближе к осени и они будут очень дешевые. То есть как бы купил вырастил к новому году порезал. Как то так. Вот пропустил. Ох и селезень злобный. его бесит что утки водят детвору. И никому никого невозможно невозможно топтать. Только что взял побил утят гонялся за уткой пока я там был у утки с гусиным яйцом. Вот эта утка тоже это та злюка которую я забрал она вот ходит тоже за большими утятами как будто их приняла и начала их водить. Ну короче вот так. Там еще одна утка вот эта которая тоже и не несется и у нее никого нету. Тут конечно можно запутаться. и вот еще утка которая тоже не несется но она и не может нестись потому что у нее сейчас линька вот видите у нее крыло еще такое светлое а перо уже темное то есть вот она линяет во время линьки утки не несутся она сейчас перелиняет и опять начнет нестись так что возможно в августе в августе сядет еще штучек пять уток короче посмотрим ладно ребят пошел я на тот двор нужно что-то поделать еще и еще сложили качелю забрали качелю вчера на почте сегодня я ее тоже сложил там стоит на том дворе ну как будем купаться в бассейне я вам ее покажу как-то все ребят всем большое спасибо за просмотр до утра тут будет все лысое съедят даже вот то что зеленое не поели оно подсохнет они все сухое поедят кабачки догрызут кукурузу съедят гуси бодылку съедят это сейчас у них шведский стол в ассортименте и зелень и фрукты и овощи короче что хочешь ну а потом а с утра будет все лысое все друзья всем большое спасибо за просмотр всем пока пока